Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим белковый крем для покрытия или украшения торта. Это самый простой и бюджетный крем. Готовится всего лишь из двух ингредиентов. Нам понадобятся только яичные белки и сахарный песок. Главное соблюдать их соотношение. Сахара должно быть в два раза больше, чем белков. Такой белковый крем выполняет те же функции, что и белково-заварной крем, он же итальянская меренга. Тот крем, который мы сегодня приготовим, это швейцарская меренга или по-другому мокрое безе. Швейцарская меренга, так же, как и итальянская, делается заварным способом. Но в отличие от итальянской, сахарный сироп готовить отдельно не нужно. Сахар сразу соединяется с белками. При желании можно ароматизировать этот белковый крем ванилином или другими отдушками, а также использовать пищевые красители. Как можно окрасить крем мокрое безе, я показывала в отдельном видео. Ссылку оставила в описании и в подсказке на экране в правом верхнем углу. Также в этот крем можно добавить немного соли и лимонной кислоты или сока лимона. Но в этом видео я покажу, что и без них можно прекрасно обойтись. Кстати, это единственный вид меренги, для которой не важна температура белков. Можно использовать белки прямо из холодильника, так как мы все равно их будем нагревать с сахаром на паровой бане. Для всех же остальных видов меренги белки должны быть комнатной температуры. Людям, которые опасаются использовать сырые белки для крема, лучше использовать пастеризованные белки. Берем небольшой сотейник. Желательно использовать сотейник с носиком, чтобы было куда выходить пару. Наливаем немного воды, приблизительно 1 сантиметр. Ставим на плиту и доводим до кипения. Сверху на сотейник с кипящей водой ставим огнеупорную чашу подходящего размера. Дно чаши не должно касаться кипящей воды. Выливаем белки в чашу и высыпаем сразу весь сахар. Сразу начинаем перемешивать и делаем это непрерывно, так как стенки чаши горячие. Белки и сахар должны прогреваться равномерно. Так прогреваем до температуры 55 градусов и до полного растворения сахара. Если перетереть смесь между пальцами, то не должны ощущаться крупинки сахара. Теперь переливаем прогретую смесь в чистую сухую чашу миксера и начинаем взбивать. Можно сразу начинать взбивать на средне-высокой скорости, так как белки уже объединились с сахаром. Если вы готовите крем ручным миксером, ничего перекладывать не нужно. Продолжайте взбивать в той же емкости, в которой грели белки. Крем должен начать наматываться на венчик и стать белым, глянцевым, упругим и плотным. Важно дождаться состояния, когда начнут появляться отверстие в креме до самого дна. И меренга на венчике должна демонстрировать жесткий пик. Это означает, что крем готов. Швейцарскую меренгу нужно использовать сразу же после приготовления. Этот крем отлично держит форму, не течет и может использоваться как для покрытия и выравнивания тортов, так и для создания цветов. Мокрое безе на торте и сделанные из него украшения постепенно покрываются тонкой корочкой и становятся похожими на зефир или скорее на безе, внутри при этом оставаясь влажным. Отсюда и название. Работать им нужно быстро, чтобы не подсыхал. Из-за этой тонкости чашу с кремом во время работы нужно держать накрытой мокрым полотенцем. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, вас ждет очень много интересного. А сегодня на этом все. До новых вкусных видео!